Омлет Взбиваем 2 яйца. Добавляем соль и пряности, карри и сладкую молотую паприку. Взбиваем с помощью венчика. Вымытую и высушенную свежую кинзу мелко нарезаем. Ежедневное употребление кинзы помогает сохранить красоту и молодость, улучшает цвет лица и делает кожу упругой. Таким чудесным косметическим свойством зелень обладает благодаря витамину А, суточная норма которого содержится всего в 50 граммах пряности. Добавляем зелень в яичную массу, продолжаем взбивать. Следом идут 100 миллилитров молока. Теперь пришло время перчика чили. Нарезаем его очень мелко, но не переборщите с количеством, если не хотите, чтобы омлет был очень острым. Высыпаем чили в яичную массу и туда же всыпаем ложку крахмала. А теперь наш главный элемент, не совсем привычный для омлета, это зерненый творог. Добавляем творог и перемешиваем. Хорошо разогреваем сковороду с толстым дном, наливаем немного растительного масла, выливаем яичную массу и готовим омлет на медленном огне 4-5 минут. А после томим под крышкой 1 минуту до готовности. Омлет готов! Постукивая по ручке сковороды, сбрасываем омлет на тарелку и сворачиваем его пополам. Пусть ваш хороший день начнется с хорошего завтрака! Субтитры подогнал «Симон»!